Незаконная стройка на курорте прекращена. С этого обнадеживающего заявления начал совещание глава Сочи. Осталось только решить вопрос с дольщиками, которые уже попались на удочку мошенников. Но и здесь наметилась хорошая тенденция. Только в этом году из списка проблемных домов удалось исключить 8. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 4. Если 20 лет это происходило и не было результата никакого, то какой ценой уже это далось, это другой разговор. Это достаточно тяжелый ценой. Но тем не менее, я думаю, что задумались на эту тему и те, кто реально просто создал эту схему. Мы реально понимаем, я это и говорю, что самое главное, что наши судьи поняли, что закон для всех. Сегодня власти помогают подключить проблемные объекты к коммуникациям. Без этого дома не могут быть введены в эксплуатацию. Насколько быстро этот процесс будет завершен, зависит от самих дольщиков. Они должны выбрать одну из форм управления собственностью, будь то кооператив или ТСЖ, и заключить с ресурсоснабжающими компаниями договоры на оказание услуг. Проблема есть. Люди, которые в этих проблемных домах живут, они, конечно, прежде всего хотят, чтобы у них были и вода, и свет. Но сами они крайне неорганизованы. То есть заставить их соорганизоваться в форму управления, это очень трудно. Мы уже закрепили за каждым из этих проблемных домов, как и за 214 департаменты свои, чтобы их собрать. Решают проблемы текущие и работают на упреждение. Изменения в градостроительном кодексе, которые вступили в силу в сентябре, стали хорошим подспорьем. Теперь разрешение на строительство необходимо получить не только на многоквартирный дом и индивидуальное жилое строение, но и на дачу. Соответственно, контроль будет за каждым объектом. Департамент градостроительного надзора осуществляет контроль. И если выявлены случаи на этапе строительства, то ли это ИЖ, то ли это дача. То есть это уже, почему мы говорим, вот этот пробел в законодательстве, он ликвидирован. И таким образом увидели, сразу же составляют акты, соответствующие документы и передают правовое управление администрации города. Это тоже теперь прописано законом. А уже городская администрация будет подавать в суд на недобросовестного застройщика. Появился и механизм сноса самовольных домов. Теперь, если застройщик отказывается добровольно демонтировать объект, он лишается земли. Она уйдет с молотка. И уже новый владелец займется сносом. Зеленый свет для властей и сигнал «Стоп» для тех, кто хочет обойти закон. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.